всем привет дорогие друзья меня зовут дмитрий мы с тобой продолжаем немножко играть стай out что-то мне захотелось не знаю я тут за кадром немножко побегал чуть-чуть взял там парочку заданий вот купил патроны наконец-таки к тазику вот поиграл с настройками графики в общем проблем короче говоря я понял что проблема не в моем компьютере в том что игра хреново оптимизирована и на любых настройках она лагает вот где-то просто фпс повыше где-то фпс пониже до карту туда сдвинем фпс игрался вот настройки я вообще снизил даже я уже с высоких настроек короче говоря снизил вот до медиума уже уже все можешь сказать да отключил вот но она игра то есть стабильно кого фпс нету и движок игры видимо просто говорит о себе два часа ночи вот замечательно мы опять в ночь здесь помочь чаще чем день чё за задание я взял деньги оси конечно не заработал ребят есть мясо согретьесь можешь пожарить на этом костре вот деньги осень чего не заработал деньги осень чего не заработал чё я взял задание тренировка старые склады в общем складах там надо убить собак вот опыты и их последствия любя чем давай отойдем потом там музыка из окна из окна которые могут авторские права пролети опыта их последствий так хроники любя чей а вот кулинарный эксперимент каштану надо 12 голов собак типа он хоть там очень вкусно умеет их готовить кто-то его научил вот штакет попасть к стал старым бомбоубежище с местным бандитом группировки вот здесь в дом культуре надо с бандитом поговорить вот и обратно тут что-то где-то я нашел этот печкин плюшевый мишка скорее прям ходного за сеть пожилой человек наверняка он местные знает что здесь и как было бы разумно поприветствовать его попросить направлений ладно это потом направлении нам знаешь что надо нам надо дождя открепить нужно познакомиться с местным комендантом греком и расспросить его о событиях которые привели к возведению стены с греком комендант подожди кулинарные пойдем собак пострелять немножко кстати заметил ночью фпс лучше видимо это все-таки из освещения любые за теней патрон насчетом есть на пистик 30 на дробь 56 купил ничего ребят не вижу фонарик и здесь нету вон синка бегает дает психика это психику здесь есть колонка стоит говоря недалеко от дыка оказывается есть колонка на котором можно который может попить водички непонятно как она нажимается нажимается очень плохо ребят вот народу кстати говоря здесь я вот сейчас запису утром серию вот здесь немного вот здесь записывать днем либо вечером здесь народу бегает я хренею ребят я хренею давай попьем жажду уменьшена точь поделся ребят ночь ночью побеги где-то иди сюда так нам надо головы вот почему вот даже здесь не доработано игрушка знаешь она чем-то цепляет она такая спокойная такая неторопливая делаешь так потихонечку вот вот что-то в ней есть 10 голов еще 2 надо ох ё-моё сколько здесь шалку ох тык кстати говоря здесь а другие чуваки могут тебя залутать твоих собачек сейчас он залутает на мою собачку не осмотрит он пробежал то есть они могут в принципе залутать собака бежит ну заебись да конечно меня конечно кого же счет над кусать бежал за ним кусает меня а я так сказать говоря когда играл немножко за кадром я лутал собак и чувак короче на меня собак натравил за ним две собаки увязались а он около меня прошел и скинул их агар на меня короче давай блин вот это конечно дебильная система как-то надо подойти под определенным углом кстати скажу скачал виллу эту вилку вилку про которая все я говорил игра вилл офф чего-то там онлайн вот тип тоже на подобной сталкер немножко там побегал свинец так а пацан это где аж кашка каштан нам туда кашкан нам туда соберем не соберем мы прокачиваемся кстати говоря когда мы собираем мы выживание по моему прокачиваем да по моему да по моему или поддержку мы поддержку мы прокачиваем я кстати говоря в поддержке ничего так и не прокачал очков перков все равно нету мясо у нас до хрена что-то уже его можно пережарить себе у нас дрова есть немножко вот можно пережарить вон чувак там тоже бегает в умер в умер который в умер ох нихрена там собак себе насобирал не чувак иди-ка ты нахуй сам отстреливай нихрена он там шавок насобирал давай 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 охренеть тихо 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 вам тетку автомат крутой ты чё не можешь это их размансить ну чё ты не мужишь их бумер 69 любимая поза видимо которого обычно снайпят ладно не буду унижать игроков я их не унижаю просто просто к слову каштан привет вот головы супер сейчас будем жарить фу ну и запах ладно зато не помрем или не сразу и не от голода держи свою порцию как договаривались выживший жареные собачьи головы жареные собачьи ребят головы когда не пробовали еда 200 добавляет а я хлеба купил у меня мясо есть а здесь на чем-то же можно бабки делать любящих на собаках как-то но я не знаю как я не читал гайда так сказать как здесь бабки можно еще кого принести а то есть я могу еще ему принести еще 12 голов да ну ладно пойдем плюшевую игрушку надо найти где-то в доме печки ну отдать а пойдем собак на складе попробуем пострелять склад короче говоря вот здесь вот он вот это вот склад прям как раз там а то я там пошел у меня был пистолет патронов давай кстати говоря поедем а че у нас по голоду я пошел у меня был только наган то ли с патронами я еще патроны себе не купил на этот на тозик я немножко потерялся я не понял где купить потом нашел там торгашей вот купил тозик а то не тозик а эти патроны а здесь что-нибудь есть интересно в этих гаражах вообще похоже так как будто что-то здесь есть что хуелишь кто у меня там крыса да токущенко здесь что-то есть давай снимем вот якобы чё-то где-то на ютюбе видел то что здесь в любичах иди отсюда крыса на собаках можно делать что-то 25 тысяч в час ну как тут делать что-то надо продавать чем-то тут ими барыжить понятно знаете в этом не разбираюсь вот игрушка опять же говорю медитативная неторопливая никуда не торопишься идешь идешь спокойно правда ночь бесит 3 часа ночь вот покажем пока особо не покажет здесь покажем короче есть кого-то покажешь сразу у тебя ник становится красный видно что ты покажем то есть ты плохой человек и тебя начинают сразу тебя сразу убивают короче ты долго здесь не живешь тебя сразу же сносит здесь покажет такой себе есть пока что где-то надо знаете на отдаленных то есть не здесь где-то в детсадике так скажем куда-то уходить далеко чего чего тут закрыта территория идея да я от макса да я там к максу подходил он меня он меня разрешил в этом пообщался с человеком здесь есть крыски противные здесь надо собака стрелять полутать то здесь все так выглядит такой щенка потом можно полутать но хер то там собачек а я собрал голову 3 из 10 отстаньте сраной мыши денег бы где поднять знающие люди конечно знает знающие конечно люди знают где можно уже поднять бабки а вот 5 из 10 я попробую блин вот немножко неправильно блин отвалите нахуй крысы сраные мне кажется пиздец а нет мыши отстаньте они меня сейчас убьют так шестерых так шестерых блять как заебало сраные мыши так 8 да по моему слушай мышь а че испугалась да собака да раз голову полутаем давай что-то опять меня насморк то ли опять болеет то ли че по моему же мы же прокачиваемся да когда мы вот так лутаем вчера днем вот когда играл немножко так это побегал для себя а да опять теница опыта выживания побегал на себя здесь народу было когда это задание взял здесь народу было блин человеку 8 бегала все стреляли этих собак хрен собак найдешь можно опять взять сейчас чтобы нам еды было больше потом ее на склад можно закинуть какая разница пускай лежит на складе она еды она она же не портится или портится понял так я выполнил там нет а а а где блин тренировка старый склад доложить марку об успешном рейде так так рейд у нас успешно завершён я бы хотел еще пособирать здесь мыши эти сраные ненавижу их так да я собираю конечно долго потому что надо выживание прокачивать разделку чтобы быстрее ну так что ну долго ребят ну это долго реально пол года пройдет а пока я что-то соберу 6 из 12 сейчас сходим к марку тогда сейчас вот эту последнюю соберем пойдем к марку сдадим задание а по бабу по боссу у меня 4 800 мясо у меня до жопы ребят 34 куска мяса 34 куска да все бывай да все давай так а я вас марк марк это кто кашкан а марк это который у грузовик грузовика там все понял значит я понял что мне нужно в данный момент прокачивать ну именно мне чего не хватать мне не хватает скорости разделки туш чтобы туши разделать быстрее и не хватает хватает скорости бега охота чтобы побыстрее бегал вот охота вот эти вот две вещи марк что бегут за мной нет перри агару не пошел она пошла на того сталкера закосы да ну закосы на снать марк привет я зачистил склад я в тени сомневался почти вот держи а чё то дали а чё мне дали получишь две единицы две тысячи опыта выживания тысячи единиц опыта поддержки теперь его расположен больше сотрудничать теперь коля кислый расположен больше сотрудничать больше сотрудничать и добавить предмет автомобильная аптечка замечательно у меня этих аптечек уже жопой жуй патронов бы дали и денег на чем бабки то делать в этом мире непонятно опыта их последствия с комендантом греком и расспросить его о событиях которые привели к возведению а так шкет они все равно весят да что они там вести непонятно не могу посмотреть потому что мы заняты заняты разделкой чтобы лишний вес не носить сдать да и все вот еще четыре головы вон псинка ходит потихонечку рассветает как поймать четыре часа утра а три головы осталось ребят у меня три головы принесете конечно странно как две как две собаки могут принести три головы ух ебать мне кровоток дали а пятерочка привяжись пожалуйста а то сейчас сдохнем чуть не помер дед максим кровоток такая серьезная вещь вообще как говорят опытные сталкеры смысла сейчас в данный момент на снарягу тратиться нету именно на одежду на броню лучше всего сейчас говорят вообще как говорят об завестись нормальным саттоном свалом а мне кстати говоря ничего не принес можете обыскать как то да под определенным хотя бы углом свинца бы выкинуть блин нельзя я привык все время знаете одно действие пока персонаж делает я делаю другие действия тут так нельзя тут все продумано с водой у меня еще проблем мне не хватает как бы этих мне бы флягу где взять пляженцию надо для того чтобы вод таскать а то у меня ни фляги ни хрена так у меня там есть одна бутылка да или у меня нет воды уже а у меня воды то нету да замечательно воды у меня нету о чем я по воде жажда 68 и денег то у меня особо ребят нету вот в чем еще проблема вот здесь комендатура как раз получается чуть выше складов комендатуру сходим познакомимся непрухин вообще может туда зайти обратно на эти блин о собачки как раз две по-моему мне две головы надо убегай убегай я же тебя сразу найду в смысле это же моя собака это же моя собака это же моя псинка была ты чё вот так вот что у нас подробнее кстати 30 штук о прикинь лутает мой лут нормально то есть как я здесь понял а если ты кого-то убил то другой человек в принципе может подойти и залутать ну вот чувак зачем ты каску себе купил понятно каска же защищает голову здесь так говоря броня продуманная в том плане то что если ты купил каску или шлем то она защищает голову то есть она не все тело защищает а именно голову давай иди сюда малыш хорош давай разберем и зараз дадим сейчас коменданту сразу сходим пообщаемся и и сходим туда еще собака на меня сагрится да ну да заебись да ладно пойдем к коменданту к этому потом сходим каштат я же все сделал 12 голов да нет зачем ты блин по привычке нажимаю в некоторых играх на л задание где в калинах кулинарный эксперимент да я собрал здесь мало с комендантом надо пообщаться познакомь 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 с медным комендантом греком грек 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 здесь комендатура пау показал к которому приносили посылочку с калашом пацан сидит грек 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 алекс где грек Ну, в комендатуре. Это, типа, комендатура. На втором этаже, что ли? Валентин. Ни хрена себе упакованный Валентин. Не вздумай тут чудить. А ты кто такой? Родители назвали меня Валентин, но это было давно неправда. В данный момент я охраняю Льва Валери... 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 Валериадовича. Веди себя хорошо, не проснешься. С моей пулю у себя в голове. Ладно. Да ты постой, не гони-кони. Че, шутку не понял? Погляди на меня внимательнее. Ну? Веришь, что я в концерт со сцены... Веришь, что я концерт со сцены филармонии давал? Фортепианной? Ну, не знаю. А я давал. Теперь понимаешь, как меня тут достало стоять. Хочешь обратно в филармонию? Да, классно. Я хотел на филармонию. Да классно я хотел на филармонию. Я к тому, что только я тут имею право концерты давать. Шавы так. Патронов отсыплю. Ага. Ты шавы, говорит, постреляй. Я, говорит, и патронов отсыплю. А что надо сделать? Пристрелили пару этих шавов за ментовкой. Хочу слышать, как они страдают. Хорошо, постреляю. Ну, спасибо. А патроны? Да, могу дать 7.62 на наган. Могу. Ну, давай на наган. Держи. У фракции что-то у меня уменьшилось. Репутация до минус 10. Чего? Репутацию фракции военных увеличилась на 10 и равна минус 10. Замечательно. Наемники по нулям, сталкеры 40. Барыги, бандиты. Одиночки пришлые. Понял. А мне грек нужен. Вы за прививкой? Какая прививка? Как не слышали, стало быть, вы тут совсем недавно. Так что, так, специалист программы, разобранная людям. Такая прививка есть и у меня, и у Валентина, и у Зиновьио тоже. Ах да, я, видимо, забыл упомянуть один нюанс. Я тоже сказать, я же сказал, что средства предназначены для людей, которые в силу роду своей деятельности, так вот так эта штука получается. С одной стороны, мы можем выручить некоторые работы только привитым людям по соображению безопасности. То есть вы дадите мне работу еще 50 тысяч за прививку? Примерно так. Ну, чтобы дать вам работу, я должен быть уверен, что вы профпригодны, так сказать. Надеюсь, вы уловили ход моей мысли. И что вы предлагаете? Вы пройдете небольшую проверку на профпригодность. И заодно поможете моим спутникам и коллегам доктору Зиновьеву и Валентину, начальнику нашей охраны. После чего я смогу оформить вас внештатным сотрудником. Ну, вы поставите... Ну, и вы поставите прививку и получите дополнительный гонорар. А если я не поставлю прививку, но окажетесь профпригодным, вы это хотите сказать, тогда я не могу давать вам действительно значимых поручений в будущем. Впрочем, какая-никакая работа для вас все равно найдется. Давай, проверки, давай. 50 тысяч на дороге не валяются. Любой прививки за 50 тысяч готов колоть. Валентина, вы... Валентина, вы, конечно, видели. Он обычно на своем посту возле кабинета доктора Зиновьева найдете в нашем импровизированной лаборатории дальше по коридору. Я вообще, блядь, пришел к реку. Если он здесь, комендатура же здесь. Так, мен... Если он меня наебет на бабки... Хотя здесь же все наебывают на бабки. А может он не здесь комендант-то? Не в комендатуре, а... Вакцина, доплата за прививку, помочь доктору Зиновьева. Убить. Двух этих... Заданий куча. Где Грек, блядь? Или я не сюда пришел? Мне прививки какие-то хотят колоть. А, Грек. Ебать, у тебя свинами хоть прибрался, что ли? Что здесь? Мальчики-девочки? Мальчики налево, девочки направо. Грек. Слушай, добрый день. Кислый меня послал. Послал, значит. Ну, знаешь, на что ты рассчитывал. Не знаю, на что ты рассчитывал, но из города тебя я не выпущу. Достаточно могил уже выкопали. Придется найти себе занятие здесь. Временно, конечно. А что-то вообще произошло? Что здесь произошло? Тут вопрос надо иначе сказать. Что тут не произошло? И раз уж ты спросил, ответ ничего. Сходи-ка, собери отчеты с блокпостов. Будь так любезен. Мои ребята утешат твое любопытство. Послушаешь их истории про то, как спокойно нынче дышать воздухом. Ля-ля-ля. Потом поглядим, что с тобой делать. Кислый сказал, ты пропуск можешь выдать. Кислый? Не думаю, что он именно так сказал. Наверное, что-то вроде. Тут только Грек может пропуск выдать. А еще иди потренируйся. Иди тренироваться, иначе подохнешь. Может и выдам. Тогда, когда потренируешься, и посты обойдешь. Да, кстати, зайди к Алексу на первом этаже. Он мой дознаватель. И у него наверняка есть для тебя одно из важных следственных поручений. Замечательно. Поговорите с Аликсом. А где у нас? Кулинарный эксперимент этот мы сейчас дадим. Так, давай задания брать. Куча заданий каких-то. А бабок никто не платит, заметь. Бабок мне никто так... У меня как 4 800 было, так и есть. Что, у нас по воде и еде, да все плохо. Да, у нас по воде и еде все плохо. Но еда-то есть. Еда-то есть. А вот вода у нас проблема. Денег тоже не особо. Что? О, добрый день, вы доктор Зиновьев. Да, возьмите вон тот контейнер и соберите, пожалуйста, образцы золы из ям, где сжигали трупы зараженных животных. Желательно быстрее. А вам не важно, кто я и зачем пришел. Как? Ну, в смысле, вы что, не отливали у Валерьяновича? Я полагаю, он пришлет кого-то мне... Какого-то мне помощника, который соберет образцы. И вы что хотели? Я действительно отвалил у Валерьяновича. Тогда зачем вы вносите путаницу? У меня много работы. Ага, отправляйтесь на место. В общем, координаты нужного места С-5-3. Хорошо. Блядь, заебись. С-5-3. Ага. С-5-3, это туда. Это вот сюда. Хорошо. Так, пытался к нему наняться, учти. Делаешь все через меня. Так, ясно, как небо над карибами, как глаза любимое. Слушай, у тебя чтил какой-нибудь есть или кроссвордики? Нет. Ну, на нету сюда, нет, жаль. Будь ты, какое задание. Зиновьев, коллега Валерьяновича, говорил недавно, что в городе какие-то особые шавки появились. Что-то вроде альфа-самцов. Пробивает дрожь. Пробивает дрожь? Ты, похоже, не знаешь, что значит альфа-самец. А я вот его каждое утро в зеркале вижу. Ха-ха-ха. Какой, блядь, гимморист. Короче, мне нужны уши этих... Уши их берешься. А где искать-то их? Слышал, что они обычно являются со стаей других шавок. Вроде как они крупнее и рыжей масти. И рыжей масти. Так что ищи там, где много других собак. Но здесь за ментовкой их не видели. Так что лучше прочеши дворы с севернее города. Еще какого-то, блядь, пиздец заданий. Так, какого-то Алекса надо. Скупщик. На первом этаже, говорит, какой-то Алекс есть. Говорит, у него там еще что-то задание какое-то. Возьми. А, вот Алекс. Слушаю, добрый день. Грек сказал, тебе подойти. Понятно, давай сразу расставим все точки на ты. Грек, это наш верхний эшелон власти. Локомотив, если хочешь. Я тот, кто бросает в топку уголь. И у тебя в этой картине мира только два пути. Либо ты подносишь мне уголь, либо сам станешь углем рано или поздно. Так хочешь, объясняю? Да, понял, короче. Хорошо, моя работа так уж повелось заключаться в сборе информации по городу. Ля-ля-ля, сплетни интриги. А где мне добыть информацию? Для нычка, естественно, искать способ заработка. Ответы на свои вопросы. Любопытство в твоем случае не порог. А состояние организма. Ля-ля-ля, блядь, что он тут несет? Попробуйся наняться на работу. Некоторые из этих людей, например, кислые, расскажут тебе все сами, без особых усилий. С твоей стороны. Кто тебя интересует-то? Вот тебе список. Как прочитаешь, съешь. Шучу. Информация эта мне нужна исключительно для того, чтобы быть готовым к возможному новому кризису. Никто из перечисленных... Тут лифт никогда никак не пострадает. Даже штакет. По крайней мере, пока. Штакет ученый кислый. Неплохо он тут живет. Пивко. Пицца. Борщ. Нихуево ты живешь, чувак. Куча пивных, блядь, бутылок. Во, мужик устроился, да? Че у нас? Шесть часов утра, рассвет. Охереть я задание набрал. Выполняй, говорит. Вакцина альфа-самца. Так, альфа-самцы. Вакцина пепельного. Так, взять образец с пепельной ямой. Из второй, из третий. Отчет по блокпосту. Ебать. Вакцина доплата. Помочь доктору Зиновьеву. Спасти наши уши. Так, надо убить. Так, где-то за зданием бегут какие-то... Какие-то шавки какие-то бегают. А где именно... Где-то... А вот здесь вот... Это считается или че? Здесь тоже шавки. Здесь их немало, кстати говоря. Здесь до хера. И как мне их выкурить? Как-то видим вот так. Отъебись. Я выполнил задание, нет? А, нам уши надо. Сейчас, соберем уши. И здесь немало. Там еще пять штук. И здесь семь штук всего, да? Альфачей надо найти. Непонятно где. Не найди. Заебись. Эээ... Ну давай, ну... 23 патрона. Вот дай, по-моему, Альфачей. Вот этот рыжий, по-моему, он бегает. Бежит ко мне. Ох ты, блядь. По-моему, это Альфачей. Пятерочка. Меня погрызли. Перезарядка. За патриками надо идти, патриков нету. Да и денег-то нет, ни хера никто денег не платит. Вот в чем еще проблема-то, ребят? Вы прикиньте? Ну вы чего, блядь? Давай быстрее. Иди нахуй отсюда. Я не успеваю срезать долго. Видишь, вот это вот меня бесит вот в этой игре уже. Вот это вот долгое полгода срезание. Надо прокачиваться, ребят. Это ведь Альфач, да, я думаю? Ни хер ты там. Все, нельзя с ним, заебись. Он там помер. Ни хера с ним куда убежал. Так разве не вот эти вот нужны-то? Кто ему нужны-то? А, убить. А, вы убили. Я просто убить должен был. А. Здесь тут прям стрелять настреливают. Кто здесь? Кто здесь? Кто здесь? А, чувак там вон бегает настреливать собак. Фармит, фармит собак. Так, давай зададим тогда этому. Сразу задание. Попить надо, сходить на колонку. По поводу задания. Я пострелял собакам. Теперь потише. Вроде отпустил, спасибо. Добавлен деньги, бинт. Вроде отпустил, спасибо. Лев Варьянович вряд ли одобрил. Одобрит такое мое поведение. Ну и хрен с ним. Я тут из-за него целыми днями торчу и маясь весь день, а невиновную в собачках. Что там с собаками? Вроде потише, но может это психология. Может их предсмертный визг меня успокоил. Сходи через 11 часов. Где? А, то есть это ежедневка. А денег мне кто... А, денег дали, кстати говоря. А я наврал. Денег дали. Да, 3000 рублей дали. Ну, слава богу. Хотя бы, ну, на патрошке-то надо, блин. Что-то 19 патронов осталось, ребят. Вообще ни о чем. Альфа самцов. Пошли пепел прошлого делать. Пойдем сюда. Сейчас зайдем в патроны, короче. Не, нам надо сначала идти попить воды. А, блин, дождик. Да, замечательно. И так на ютюбе ни хрена не видно. Еще дождик. По-моему, вот это альфа-чип, блин. Я не помню, как они выглядят. А по блокпостам-то, если я вот этот блокпост, допустим, сейчас схожу, он считается блокпостом лишь, да? Ты чё, ебанутый? Чё он там делает? Я от грека. Добрый, добрый раз от грека. То слушай, передай этому старому дебилу, что если к нам еще человек четыре не подойдут, нас тут всех котлеты порубают. А чё у вас здесь? Вроде тихо всё. Это сейчас тихо. А ночью табун какой-то... Какой-нибудь фигни пробежал. В общем, ночью табун фигни какой-то пробежал, нас не тронули. Да вот фиг знает, надолго ли. Может, посмотрели, с чего мы лучше пойдем на ужин. С чем мы лучше пойдем на ужин? С вином красным или просто под пиво? Понял, передам. А, это я это про дебилы, не надо передавать, это уж так маловажно. Ладно. Так, найти пост Казакова у него... Это вот это, да? Ладно. Надо водички попить, иначе мы сдохнем. Отвалите. Когда вода заканчивается, у тебя нет выносливости. Короче, ты не можешь бегать. Когда, блядь, заебись, ночь всю ждал, темище, сейчас темище, заебись, погода. Вот, по-моему, альфач бегает. Ну, стоять. Да, альфа-пес. Альфа-пес, альфа-пес. Блядь. Альфа-пес. А это его самка. Она его пришла защищать. Дружки, помогите. Ага, не надо. Давай быстрей. Блядь. Да ну, нажимай уже. Непонятно, как здесь эта система работает, ребят, честно. Надо ждать именно пока появится ебаная шестеренка. В общем, если у нас вода закончится, у нас не будет выносливости. Мы не сможем бегать. Так, собрали уху собаки, кстати говоря. Нам по заданию чем... Я хочу вообще воды попить. А где колонка-то у нас? Колонка где-то вот там вот. Давай с этим еще пообщаемся. Городской охранник. Дима Бугай. И от греха нужна сводка событий. Ух, ебать, что с FPS проблемы какие-то. Здорово, конечно. Все было спокойно. Пока в 21 с копейками не вылез огромный медведь. Около часа он ходил в пределах видимости. Бешеный видимо. Так, потом ночью он видел черные фуры в тумане. Фигуры в тумане. До сих пор башка... Ага, хорошо, я передам. Так, нужно собрать... Так, найти пост Казакова. Взять у него рапорт о ситуации на посту. Пост расположен, когда это С2. Налево от фанта. С2-1. Я здесь был, нет? С2-1. Ну да, я здесь был. А я взял, да? Я у него взял задание. Нет, ничего. Так, я все. Видимо. Так, попить. Я хотел попить, ребят. И сходить туда. Хотя, не знаю, может комендатуру-то можно сходить уже. Ну, сейчас попьем. Сейчас попьем и там... Да, наверное, выдвинемся в ту сторону, я думаю. Не хватает фляжек. Фляжки есть. Есть фляжки. Есть бутылки просто, бутулированная вода. Из которых можно, ну, купить и пить. Но они, блядь, денег стоят. Есть. Идите нахуй. Есть. Одним выстрелом двух сучек. А есть этот, как его. Есть фляжки. Есть, ребят, фляжки. Пьешь, потом наполняешь. Пьешь, наполняешь. Вот. Но у меня, к сожалению, ни хера нету, как всегда. Опыт навыков. Очки перков. Нет очков перков. Как очки перков? Когда опыт, да, видимо, прокачивается надо. Удачу можно прокачать. В общем, я пока особо-то не прокачиваюсь. Давай вот это вот возьму. Сколько у меня мяса? У меня вообще 40 мяса уже, ребят. 40. Вообще, на самом деле, у меня скоро перевес будет. Надо на склад скинуть мясо. А, да, надо, кстати говоря, голову отдать. А мы, кстати, сейчас тогда и пойдем. Долго очень все делаем, ребят. Очень долго. Так, мы сейчас пойдем тогда к коменданту. Что, у нас еда не подхилила, да? Она вроде хилить должна. Сходим к коменданту. Ну, я вроде сделал два блокпоста. Я обошел. Надо, короче, ребят, гуглить. Гуглить, на чем можно делать бабки. Здесь есть какая-то информация, какие-то гайды. Типа, на чем... Любичка, как-то на собах здесь можно по 20 тысяч делать. Альфач нам нужен еще один. Так, ну я, типа, сделал. А нам кому его сдавать-то? Греку. Ехал Грека через реку. Сунул Грека в реку руку. Грека за руку что-то там цап, и он... Кирдык. И он кирдык, этот Грек. Грек, я все. Пока нет. В смысле, блядь? Найти пост Казакова и взять у него рапорты. Ситуация на посту. Постеркова укрывает С2-1. То нужно, если идти от здания ДК, то нужно повернуть налево от памятника Ленину. Памятник Ленина вот здесь, налево. А, вот здесь С2-1. Вот, ну вот здесь вот, блин. Блин, ебать, туалет. Нет. Не дошел, пацаны, не дошел. Да ебать, туалет и ваш, где у вас выход-то? Не дошел, там свернул. Не туда, пацан, пошел. Что по Патрикам? У нас все худо, да? 16 штук. Ну, наган есть, как бы, подстраховать может, там, если что. Ну, наган, 60 патронов, да. Ну, пойдем сбегаем. Это что? Спички берем. Спички берем. Спички нужны. 10 спичек пригодятся. Есть альфачи, ребят? Альфач нужен. Так, в жопу у вас. Шавок здесь очень много. О, дождь закончился, хороший вот. Целый. Что, блядь, происходит? Кто там окна бьет? Вы что, ебанулись? Целый час, ребят, практически серии идет. Сколько у меня здесь фпс? 36 фпс. Не знаю, что-то я поднимаю. Меня ранила собака, заебись. Нихуя себе. Это он кого? Давай отстреливай. Это он, по кому так этот городской охранник поэк? По крысам? Вот здесь, как я понимаю, да, я не прошел. Да, я вот сюда вот в бачок не зашел. Я вот там был. Вот-вот на том КПП был. А сюда не зашел. Казаков. Да, вот он. Привет, я от Грека. Что это, Грек? Приходим сюда присылать. Не имею права делиться информацией с любым встречем. Что произошло-то? В общем, натерпелись мы тут с ребятами. Где-то примерно в 5 утра. Земля стала за воротами дыбиться. Как пошла волна. Все утихло. В общем, понятно, пиздец. Все. Информацию по постам нужно отдать Греку. Опять жрать хочу, блядь. Вечно жрать хочу. Вечно голодный. Пойдем, раз уж мы здесь, пойдем водички попьем. Потому что, и говоря, дальность прорисовки убрать. Может, кстати говоря, подлагивать, кстати говоря, еще из-за нее. Я не знаю, ну 30 FPS, ребята, в некоторых местах это пиздец. Может, из-за дальности видимости? Здесь дальность особо не нужна, в принципе. Вот я вижу дуазик. Как вот этой дуазик, в принципе, достаточно. Зачем тут нас 100 километров видеть? Нет, что-то не знаю. Давай попьем. Я пью, не мешайте мне. Так, все. Пойдем, отдадим Греку информацию. Ах ты, блядь. Пустили кровь. Пацан-то вам ничего не сделал. Собак-то сколько постреляли. А за мной бежит, да, это шавка. Да. Ладно, пойдем, отдадим Греку. И потом увидим, что будет. Надо с этим по заданию сбегать там по... Она забежит? Да, блядь, она... Охуеть. Вот тварь. Напоследок, смотри, как цапнул меня. Скотина. Надо сходить туда. Патроны закупить и... Задание там сделать. Грек? Ты мне денег дашь? Ну что, наслушался отчетов. Теперь, понимаешь, почему я не хочу тебя выпускать. Это все говорит правда, что говорят? Да, звери и мутанты это... Это полбеды. Есть еще люди. Здесь любящие мы стараемся поддерживать порядок. А за стеной тебя может убить любой желающий. А желающие, поверь, найдутся. Звериные законы. Борьба за выживание. А как вообще появилась цена причины мутации? Да, давай, бывай. Ты у Алекса был. Молодец. Может, станешь ценным кадром. Палка? Какая палка? Дуй к палке. Он тут был и даже отчет видел. Несколько хулиганов не перевоспитать. Что с пропуском? Упорный? Не передумал. Сходи с палкой поговорить. Если он тебя не переубедит, я придумаю тебе проверку. Справишься, выдам пропуск. Понятно, как бы пропуск он готов дать, но, говорит, с палкой пообщайся. С палкой пообщаешься, потом дам прошу. Привет, а ты ведь палка. Может, и для кого-то и палка, а для тебя, Семен Иван, еще и хотел там. Грек послал. Ты можешь рассказать про время появления стены? Могу тебе с какого места? С того, как я в обезьянник попал? Или с того, как мы трупы корешей сжигали? Людей, погибших от аномалий? От нападения зверей? Да я не про то. Сжигали мы, вообще-то, бешеных животных. До сих пор ямы остались. Что произошло? Ну, начало я не видел. Потому как был задержан за мелкое правонарушение. Томился в застенках. Грек сказал, ты отчеты читал. Да, Грек давал мне отчеты смотреть. А тебе не давал, да? Ну, я с понят. Короче, начали случаться нападения бешеных животных. Сначала их было мало, и никто внимания не обратил. А потом, типа, животные стали необычные попадаться. Ну, среди атакующих. Например, огромные пауки. Ты видел в родном городе пауков размером с собаку? Ну вот. А дальше чё? А дальше этих тварей стало как тараканов. И грек нынешний комендант наш. То бишь, он вызвал воинскую подмогу для срочной эвакуации населения огневой поддержки. Вот примерно тогда меня выпустили. Он меня и выпустил. Ну, что тебе рассказать, братишка? Я отбивал всякие звери рыкающие. Клал их налево и направо. Вся монтировка была в зеленой жиже. Какая монтировка? Ты же не Гордон Фриман. Вся одежда забрызгана. Мне было поручено держать вход, и я справился с поставленной задачей. А военный-то чё вообще? А ты это прямо на ходу выдумываешь? Ты вообще чё, на ходу выдумываешь это? Да чё ты, ты всё... Так всё и было. Ну, может, чуток приукрасил. Это Грек тебя попросил рассказать, чтобы новичков пугать. Да ты чё, думаешь, в ментовку зашёл сразу... С ледаком стал? Ни черта ты в нашей жизни от тутошней не смыслишь. А ты расскажи, что тут да как. Ладно, давай, спасибо. Бывайте за рассказ. Ну, короче... Вернуться к Греку за уточнением. Ааа, Греку за уточнением. В общем, мне сказки начал рассказывать, как он там обронял один. От кучи мутантов там бежали. Чё выяснил? Да и выяснил, что у него хорошая фантазия. И что же... И что же такого фантастического он тебе рассказал? Ты спрашивай, я уточню. Мне пора... Мне пора... Мне пока достаточно. Хотелось бы обсудить пропуск. Так. Да, я думаю... Да, я думал о твоём деле. Иди к кислому. Он в вокзале. Он любит нянчиться с новичками. Он тебе тренирует и даст проверочное задание. Какой полночевого пропуск будет ждать тебя на втором блокпосту? Это на праве... Напротив входа в ДК. Напротив входа в ДК. Это вот здесь, да, видимо? Второй блокпост. Дедимка Бугай. Ну а нам как раз надо по заданию, получается... Грек направил меня к кислому на вокзал. Тот должен устроить мне какую-то проверку. Вакцина мне нужна. И вакцина пепел надо сделать. Вакцина доплат за прививку. Кулинарный эксперимент. Пойдём сдадим. Давай, короче говоря, в следующей серии продолжим. В этой серии мы с тобой сейчас закончим. Мы сейчас что, добежим? Сдадим головы? А нам бабки-то хоть что-то дают? Нет, как один этот чувак дал 3000. Ищи всё. Живи как хочешь. Делай что хочешь. Зарабатывай как хочешь. Вадим Власова. Данилка, ясно. Зарабатывай как хочешь. Ни те подъёмных, ни те чего. Нам сюда, кстати. Где бабки поднимать? Не, ну мне как бы сказали, нужно помочь. Типа учёным, вакцину в колоте 50 тысяч дадут. Я как бы готов. Но мне надо ещё альфа-самца одного убить. А где его найти? Хер его знает. Их здесь стреляют раз-два. Этих собак всех. Фёдор, Димка. А, стоит, заряжает патрончики в магазин. Кстати говоря, здесь магазинная система питания. То есть, чтобы стрелять здесь, надо именно магазины заряжать, ребят. Вот головы. Супер, сейчас будем жарить. Да, можно, кстати говоря, ещё голову было принести ему. Вот. Денег никто не даёт. А, у тебя всё равно хвосты собачьи или куски шкур? Не заваляюсь. Могу поменять на какой-нибудь хабар из подъезда. Куски шкур. То есть, можно их пострелять. Давай, шкуры. Куски шкур за химикаты. Хвосты. Хвосты за хабар. А тебе что можно, Фёдор? Как свитер вяжется? Медленно. Вот. Бабуль моя хорошо свитер вязала. Правда, я не из паутины. Но, слушай, можешь мне ещё паутина принести? Не сейчас. Так, поэтому... Опять можно бошки, в принципе, принести? Зачем тебе мясо? Как зачем? Затем... Ага. А, подожди-ка, мясо. Он мясо хочет. Держи мясо. Отлично. А вот твоя доля, держи. Денег опять не дали. Заебись. Что мне дал-то? Кажется, мы же положим больше сотрудничать. Получено 10 единиц боевого опыта, 10 единиц опыта выживания, 50 единиц опыта выживания. Репутация у фракции беженцев увеличена на 1, равна 1. Потерян предмет, 5 кусков мяса. Добавлен предмет, жареное мясо, 2 единицы. А, то есть я с ним как бы репутацию шрикачаю? Зачем тебе мясо? Принесу тебе мясо. Держи мясо. Так быстро. Бывай. Зачем тебе мясо? Принесу тебе мясо. Держи мясо. Так быстро. Бывай. Зачем тебе мясо? Принесу мясо. Держи мясо, так быстро Бывай Ну немножко мясо скинем, а то у нас 20 кусков Вот, и своего 12 У нас проблем, короче, с едой нет У нас проблем только с водой, да, получается Репутацию я с ним, типа, как бы Прокачал немножечко, но Ну как-то так, ребят Как-то так Ой, 90% серии У нас было темище Сейчас светло, вот когда зайду Следующую серию записывать Опять будет, блядь, темище И опять хер, что будет видно Надо патронов купить А, кстати говоря, у меня че-тос Он же лом на яйца Информация А, состояние 100% Загрязнение Загрязнение 19% А как нам его почистить? Загрязнение А как нам его почистить? Чистить надо чем-то, да? А чем чистить? Хер пойми чем, да? Это кто, кстати, у нас стоит? Артурка Расскажи про памятник Первооткрывателем зоне А при чем шар? Легенда золотого шара Был перен Первооткрывателем 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 Молодому поколению Ага Что означает слова на постаменте? Ага Мне пора идти Понятно Ну, это типа Для атмосферы Темыч сталкер Блядь, кто-то деньги здесь дает За задание Я заебался бегать Может подскажешь, как заработать? Как, как? Да как все сталкеры зарабатывают? Хабар собирай Можешь по брошенным домам Полезные вещички поискать поначалу А если кишка не тонка То арты сходи поищи В самую, что ни на есть зону Короче, я тут не справочную бюро Спроси лучше Вацлавича или Кислого Так для артефактов же Прибор нужен Я смотрю, ты сильно умный уже Так что мне тебе нечем сказать А где взять его? Купи и сразу говорю Мой свой не продам Может у него есть на продажу Максим Анатольевич Может у него есть на продажу Или соберет тебе на заказ Максим Анатольевич Техник в пятиэтажках поищи Что стоят под углом к улице Горького У него Средняя из них мастерская В пятиэтажках что стоит к улице Горького А вот в этих пятиэтажках А вот здесь вот в пятиэтажках Вот в этих Там Максим этот Там техника Слушай, надо поставить точку тогда Техника Здесь техник Хорош Блядь, а срам бабки-то где зарабатывать? Пойдем Пойдем круженьку Кто? Оружейник Почистить можно? Оружие Интересуй техобслуживание Ничего У нас сначала снять Что-то Кое-что хотите Простите Обслуживание Выбранного предмета 106 рублей Да А что он теперь охуенный? Извините за выражение А, да Загрязнение Все почистил Молодец, красава А подожди А На всего оружие интересует Да 30 рублей Охуенно у вас здесь цену Мне нравится Покажи товар А мне что надо? 12,70 Мне нужно 12,70 Добавить Ну я думаю Штук 60 Сколько? 1600 Ребят 1600 Просто отдал Загдроби А денег Нихуя Извините меня За грубости Оружейно-масленка Почини всю одежду 500 рублей Охуеть Давай Что делать Что есть на продажу? Бандана Кепка ХБ Перчатки И чтобы с ними торговать Не просто приходишь торговать А именно Какой тебе товар интересует Шкура Медведя Брезент Провизную Ткань Металлические стальные пластины Панамы Шапки В общем Чтобы с ним торговать Нужны очки Работы Да Вот видишь Очки торговли Вот в правом То есть мне нужно очки торговли с ним То есть что делать нужно? Нужно приносить ему товары То есть которые его интересуют Вот эти вот товары Вот что здесь написано Шкура медведя Брезент Ты ему их продаешь Он тебе не деньги дает Ну он тебе дает деньги по-моему И очки торговли И потом на эти очки торговли Ты сможешь допустим что-то у него купить То есть допустим чтобы купить эти штаны Надо 50 очков торговли А у меня сколько? А у меня нихера Да нет очков торговли А имеются очков торговли 27 У меня вот Снизу написано У меня только 27 очков работы То есть здесь главное Не только деньги Здесь не только деньги Нужны Вот Многие подумают Типа только деньги Здесь деньги Нет Здесь еще очки торговли Надо короче Ааа Открывай Че я тебе сюда скину? Я даже не знаю Че тебе сюда скинуть Куски собачьей шкуры Подожди Подожди Куски собачьей шкуры Я мог же вроде отдать Нет Давай разделим Не надеяйтесь на летающие тарелки Какие нахуй летающие тарелки? Вы про что? На птичке что-то у меня дохера здесь Бинты Подснежники Свинец Тоже пускапка здесь лежит Я думаю Жратвы немножко сюда положим Жратва же не портится Я надеюсь А нет Она не портится Это вообще великолепно Хвост кого-то Крысы Так Вопрос в том Что врач фельдшер Да У меня че здесь Я говорю Слово Валерьяновичу Найдешь там льва ли Валерьяновича Он главный нашей миссии Хочу подлечиться Куплю река лекарства Тоже зайчики торговли Набор противоядия Не, не зайчики торговли Просто так Так, со львом Валерьяновичем Я че там это Хвосты за хабар А, крысы мне надо А, куски коф Какой-то ко Понятно Вакцина Надо альфа-самцов Пепел Это я вот сюда вот Свои говоря хотел Вот сюда вот сходить Давай старое бомбоубежище Плюшевый мишка Первое знакомство Так, а я че хотел Я патроны купил Патроны есть 76 Бабок нихера нет Но все нормально Как бы так и должно быть Так Немножко говнеца Я там че-то скинул Да Бармен Плюш В принципе все Можно выдвигаться Именно вот сюда На задание Надо будет и к технику сходить В общем-то хера задает Вот Как конечно здесь бабки делать Че-то где-то надо фармить Ребята Это надо вгуглить Короче говоря Че-то на собаках Здесь что-то можно делать Поднимать как-то бабки На собаках А потом идти И На аукционе Там на доске Допустим Если я на доску зайду Объявлений Вацлавич С ним тоже надо Общаться Наверное Продажи Если я допустим Уберу все Вооружение Допустим Магазины Магазины Надо будет покупать Пулеметы Это самый дешевый Да Тоже По 500 рублей Не Подожди Не Вот детали Можно отключить Так Как здесь Поиск Нажать А как поиск Я Да еб Да отменно Сейчас куплю Да Это хорош Так Подожди Так я же отключил На А вот этот Надо отключить Револьвер Наган 23000 Дозик Макаров Что еще продают ТТ Пистолет Отключить Нахрен Минтовка Минтовка Мосину 100000 Короче СКС 200000 Охуеть А калаш Ксюха Какая нибудь Есть Ппш Походу Делал Да Аксу 400000 Ебануться 400000 Ксюха Плюс К ней Надо Будет Еще Покупать Магазины Да Ребят Надо Отдельно Магазины Здесь Покупать Они Вообще Есть Для АК На 20 Патронов 7.62 А он Подойдет Не подойдет Для АК 7.62 Там Надо Смотреть Наверное Сначала У него Калибр Там 7.62 О Кусик Короче говоря Бабок Здесь Надо Полмиллиона Ребят Минимум Вот Такие Вот Дела Где Бабки Зарабатывать Хер Его Знает Пусть С тобой В следующей серии Сходим Доктору Это Поможем Надо Короче Гайд Я Наверное Прочитаю Гайд Как в Любчих Зарабатывать Бабки На чем Вот И Надо Наверное Ну Потому Бабки Вот Сколько Мы Час Пробегали Не вижу Там Что-то Бег Жда Вроде Как Узнаешь Ребят Да Там Что-то Информацию И так Далее Но Ну Жить На Что-то Надо Вот С водой Кстати Опять Проблема Вот Ладно Увидеть С тобой В следующей серии Всем До встречи Всем Пока